Иван Зыкин, разработка элемента бизнес-правила для свободной системы RUNO-WFE в качестве производственной практики и ВКР. Так, так, слышно. Всем привет. Меня зовут Зыкин Иван. И я выпускник ЯТМ ЯВМФИ. Извините, вы на шею надели микрофон? Он за ушами должен цепляться. Да, так будет гораздо громче. Я сейчас работаю в компании процессной технологии и я бы хотел вам показать свою работу в качестве производственной практики и ВКР. Цель работы заключалась в расширении функциональности российской системы управления бизнес-процессами с открытым исходным кодом RUNO-WFE, а именно реализация элемента бизнес-правила. Сначала, наверное, стоит сказать пару слов о предметной области. Система управления бизнес-процессами – это программное обеспечение, предназначенное для скоординированного выполнения задач бизнес-процессов при помощи схем бизнес-процессов, по которым перемещается точка управления. RUNO-WFE-free проста в установке и изучении, требует специальных навыков программирования и распространяется по свободной лицензии. В RUNO-WFE для моделирования бизнес-процессов используется аннотация BPMN. Это метод составления блок-схем, отображающий этапы выполнения бизнес-процесса. Пример схемы, представленные рисунки. Ключевой особенностью BPMN является то, что в ней можно создавать новые типы объектов потока управления. И в этом заключалась как раз моя работа – создание элемента бизнес-правила. Функциональное предназначение этого элемента заключается в исполнении какой-либо формулы при выполнении заданного условия. Разработка производилась на языке программирования Java с использованием фреймворка GIF, SVT и GFACE. Этапы разработки включались в создание пяти Java-классов, которые представлены на слайде. Первый класс – это бизнес-рул. Он непосредственно поставляет иконку в программе. Разработан по аналогии с другими элементами, поэтому останавливаться на нем не буду. Бизнес-рул-провайдер инициализирует создание диалогового окна при возникновении событий и нажатии на элемент. Он также разработан по аналогии с аналогичными элементами. Основная работа велась над классом бизнес-рул-эдитро-диалог. Он отвечает за отрисовку диалогового окна элемента, за инициализацию полей элемента и также содержит в себе код управляющих элементов в конфигурации, таких как создание, удаление строк условия или преобразование простого слова в сложное, то есть содержащие в себе несколько простых условий. Бизнес-рул-модул – это класс модели, который сохраняет в себе данные конфигурации. И бизнес-рул-хандлер – это класс на стороне сервера, который отвечает за выполнение скрипта. Для интеграции элементов в систему в файл по единых смель-проекту была добавлена конфигурация, представленная на рисунке. Внедрение этого элемента должно позволить пользователям системы легче понимать логику бизнес-процессов, что, в свою очередь, должно удешевить стоимость разработки на предприятиях за счет сокращения времени разработки. Еще я бы хотел продемонстрировать, в чем заключается удобство этого элемента по сравнению с тем, как было без него. Это можно продемонстрировать на простеньком примере диалеме заключенного. Эту задачу примерно можно сформулировать так, что полицейский поймал двух подозреваемых в преступлении и каждому из них предложил пойти на сделку. Они либо сдадут своего подельника, либо промолчат. В случае, если один преступник сдает другого, а другой промолчит, то тому, кто сдал, никакого срока не будет, а того, кого сдали, назначен максимальный срок, допустим, 10 лет. Если оба заключенных обвинят друг друга, в таком случае каждому из них будет назначен срок в два года. Если же оба промолчат, то каждому из них будет назначен срок по полгода тюрьмы. Эту задачу можно представить в виде такого бизнес-процесса. Здесь в первом блоке полицейский объявляет им условия. В следующих двух блоках каждый из заключенных принимает решение, сдавать или не сдавать своего подельника. И дальше логика заключается в том, что раньше нам приходилось создавать несколько блоков исключающих шлюз, которые могут в зависимости от принятого решения передать точку управления по одному или другому переходу. В старой системе без блока бизнес-правила нужно было использовать три блока, исключающих шлюз. То есть в первом блоке мы задаем два условия. Равно ли показания заключенных друг другу либо неравно. В следующем равно ли показания первого заключенного, то, что он сдал подельника, либо равно то, что он промолчал во втором. А во втором это решение первого заключенного, то, что он сдал, а второй и второго заключенного, то, что он не сдал. Как мы видим, такая логика довольно сложна в блоке бизнес-процесса, но ее можно упростить, использовав блок бизнес-правила, который объединяет в себе блок ветвления исключающий шлюз и принятие решения, то есть оглашения сроков, то есть не оглашения, а принятие решения, какой срок получат заключенные. Во втором случае мы это можем все объединить в один блок с таким интерфейсом, который объединяет одновременно в себе и блок принятия решения, и блок назначения срока заключенных. Таким образом мы можем запустить этот процесс. Ввести решение первого заключенного, допустим, это будет, что он сдал подельника. Ввести решение второго заключенного, допустим, что он тоже сдал. И посмотреть результат. Оба заключенных получают по два года тюрьмы согласно логике этой задачи. На этом все. Спасибо за внимание. Нет. А как руководитель практики, тоже хотел бы сказать несколько слов по поводу этой работы. Значит, что здесь было сделано? Здесь, во-первых, была дана, ну тогда еще студенту, для реализации некоторая обособленная такая функциональность в системе. То есть это был некоторый такой проект, у которого было понятно, с чего он начинается, и понятно его завершение. То есть в данном случае было понятно, что легко определить, либо задача выполнена, либо задача не выполнена, поставленная. Потому что есть вот простые алгоритмы проверки. Потому что многие, вот БКР даже, и курсовые, которые я смотрел, проверял, их крайне сложно понять. Вот преподавателям комиссии сделано там что-то или не сделано, потому что что-то такое написано, разбирать трудно. А здесь вот прямо очевидно, да или нет, вот сделано или не сделано. Вот. Потом здесь опять же использовалось вот то, что говорили про открытый код, что все это в открытом коде. И, соответственно, студент, когда код пишет, ну ему, так сказать, старшие товарищи помогают, исправляют ошибки, смотрят за качеством кода и так далее. Но это его самостоятельная работа. Значит, в репозитории видны, так сказать, его там коммиты, полуреквесты и так далее. Каждый может посмотреть просто, какой код пишет данный студент-человек. Если код взяли в проект, вот в основную ветку репозитории, потом он попал в релиз, это, соответственно, свидетельствует о качестве кода. И систему у нас скачивают вот с портала SOSforge, ну почти во всех странах мира. То есть это, можно сказать, в некотором смысле международный проект. И это некоторое признание квалификации студента, что в этот проект его код взят. Вот. И, значит, кроме того, когда мы эти задачи ставим студентам, это такой мягкий способ вот выделить именно тех студентов, которые готовы этими проектами заниматься, вот этими задачами и могут. Потому что если человек понимает, что он такую задачу не сделает, то он просто смотрит репозиторий и тогда вовремя отказывается. И у студентов это позволяет избежать многих каких-то сложностей, ну связанных с платхими отметками там за, так сказать, вот выполненные работы. Вот это пример нормальной, такой хорошей, так сказать, работы, значит, по которой прям все видно. Здесь все прозрачно. Вот. Видно, что функциональность выполнена так, как она была, так сказать, задумана, понятно, что сделана. Вот. И такие работы мы выбираем, которые, в общем, посильны студентам, которые студенты могут выполнить самостоятельно, как проект, ну под руководством, так сказать, старших, так сказать, товарищей. Ну, собственно, вот все, как мои комментарии, как руководителя, я, собственно, закончил. Спасибо. Вопросы есть? Вопросов? Не наблюдаем. Спасибо. Тогда переходим к следующему.